Одна из самых протяженных улиц города Красноярска, проспект Ивана и газета «Красноярский рабочий» расположена на том месте, где проходил знаменитый московский тракт. В народе московский тракт называли «кандальным путем». Именно так называется мемориальная скульптурная композиция, которая была установлена в районе предмостной площади в 70-е годы прошлого века. Авторами были народный художник Юрий Иванович Мишханов и народный архитектор Рекс Аркисович Димирханов. Этот монумент олицетворяет три этапа революционного движения в России. Декабристы, народники и пролетарские революционеры. Однако на самом деле политические ссыльные составляли ничтожную часть от тех людей, которые шли по этой, как говорил Николай Михайлович Ядринцев, полной горя и слез дороги по этому московскому тракту. Это были сотни тысяч людей, которые шли в неведомую Сибирь в ссылку и каторгу. Особенно в XIX веке ключевой дорогой был Московско-Сибирский тракт. Его... С тех пор он получил свое развитие. Очень много было внесено изменений в его покрытие, в его села, которые были рядом. Там тракт приводил сюда переселенцев. Это был административный путь, это был почтовый тракт, это был кандальный путь. Законодательная ссылка в Сибирь была установлена судебным наложением 1649 года. В середине XVII века бродяг, убежавших за Урал, прощали и приписывали к новым землям. В 1676 году Сибирь стали ссылать политических преступников, раскольников, понтовщуков. В 1676 году Енисейск получил статус города для управления ссылками на Ангаре и Забайкане. В подчинении Енисейска находились Нерчинский, Селингинский, Иркутский, Гаурский, Остроги. В середине XVII века в Енисейск начали отправлять раскольников старообрядцев. Первым политическим государственным сыном на территории Енисейской Сибири был протопоп Авату. В Енисейск ссылали на самом деле во все времена. Порой даже бывали такие случаи, когда приезжали женщины без имен и фамилий, и содержались они на территории женского монастыря. Никто не знал, за что их осудили, как их зовут, и осуждены они были на пожизненное заключение. В Енисейском женском монастыре содержались знатные ссыльные, в том числе, как принято считать, в юном возрасте Прасковья Салтыкова, будущая жена царя Ивана Алексеевича. В XVII-XVIII веках на Енисей ссылали участников восстаний Разина и Пугачёва. Енисейск был довольно обжитым цивилизованным городом. А в XVIII веке государственных преступников начали ссылать совсем в глухие отдалённые места. Это мыс Толстый Нос на севере Таймырского полуострова. От Красноярска до него свыше 2100 километров по прямой. Село Толстоносовское из четырёх-пяти домов ещё в XIX веке считалось последним северным селением Енисейской губернии. Здесь был казнён ссыльный монах Пимен, видимо, первый государственный преступник, оказавшийся в такой далёкой ссылке. Здесь же на старом кладбище похоронен также декабрист Николай Лисовский, приехавший на Толстый Нос по собственной воле. Обоим стоят памятники. Памятник монаху Пимену профинансировал Александр Михайлович Сибиряков, предприниматель и исследователь севера Гласной Иркутской городской думы, представитель младшего поколения знаменитой семьи Сибиряковых. На протяжении столетий Торуханский край и его северная конечность, Дудинский участок, являлись местом ссылки инакомыслящих. Сюда заключённых начали ссылать ещё с XVIII века, о чём свидетельствует один памятник. Это могила, которая находится близ селения Толстый Нос. Это селение, которое прекратило своё существование в 60-е годы прошлого века. В изложении легенды норвежским путешественником Фритьёфом Нансеном, который побывал на этой могиле в 1913 году, говорится, что эта могила принадлежала некому Пимену, ссыльному во времена Екатерины. До начала XIX века порядок передвижения ссыльных, охрана, довольствие, маршруты, этапы никак не регламентировались. Спирянский обратил внимание на три обстоятельства. В Сибирь отправляли как преступников, так и людей, не совершавших никаких преступлений. Не было никакого единого порядка передвижения ссыльных в Сибирь. Судьба прибывших в ссылку также зависела от произвола местных властей. Куда и как их определять, каждый раз решалось по-разному. Именно Спирянский разработал два основного полагающих правовых документа. Устав о ссыльных и устав об этапах в сибирских губерниях. В Тобольске существовала по реформе Спирянского 1922 года экспедиция о ссыльных. Эта экспедиция о ссыльных там всех распределяла, и ссыльных отправляли в... Ехать для того, чтобы одевать наказание. Независимо от того, это было Забайкалье, это было Енисейской губернией. В 1823 году с началом реформы Спиранского в Тобольске учредили специальный приказ о ссыльных. Позднее его перевели в Тюмень. Приказы распределяли ссыльных, следили за их передвижением, осуществляли контроль за расселением. Красноярск служил главным пересыльным пунктом в Енисейской губернии. Отсюда ссыльные этапы шли на север в Труханский край, на восток в Икутскую область в Якутию и на юг в Миночинский округ. Высшим административно-полицейским учреждением было Енисейское губернское управление, которое подчинялось только Сенату. В 1822 году при нем было открыто тюремное отделение. А в 1823 году была создана Енисейская экспедиция осыльных, которая подчинялась Тобольскому приказу осыльных. На уровне повседневности деятельность Спиранского в Сибири наибольшее влияние оказала на такую техническую и технологическую организацию ссылки. То есть, собственно говоря, именно ему принадлежит внедрение этапов и полуэтапов. И вот эти конвойные команды вдоль всего Московско-Сибирского тракта, ну или в Сибири просто Московского тракта, который осуществлял вот эти суточные перегоны арестантов. У нас в исторической традиции обычно считается, что среди них преобладали политические, ссыльные. Это, конечно, не так. Но вот эта вот уголовная ссылка, так сказать, многочисленная в Сибири, она как раз получила свое вот такое традиционное привычное оформление, да, вот именно во второй, третьей, четверти XIX века. И, конечно, вот эти вот городовые, а затем конные казачьи полки, Иркутские и Енисейские, были интегрированы во всю эту деятельность. То есть они обеспечивали, ну, в сложных, так сказать, малонаселенных условиях военно-полицейскую составляющую. При форме Сибиранского совершившие тяжкие преступления ссылались на каторжные работы. Остальные определялись на поселения. Они делили работники, дорожные работники, ремесленники, слуги, поселенцы и неспособные. Это старики и больные. Каторги в Енисейской губернии не было. Основной каторжной территории тогда было Забайкалье. Наиболее тяжких приписывали казенному Троицкому солеваренному заводу. Сейчас это село Троицк Тосеевского района Красноярского края. Остальные должны были трудиться в соответствии со своими силами и способностями. Дороги строить, заниматься ремеслом или сельским хозяйством, неспособные к квалифицированному труду. Определялись вслуги к местному населению. Основной категорией предполагалось сделать поселенцев. Их подселяли к недовольным старожилам и начали строить специальные новые деревни. В 1827 году Сибирский комитет разрешил устройство новых поселений за казенный счет. В Енисейской губернии было создано 22 таких поселений. 14 в Каннском воезде, 2 в Лачинском и 6 в Минусинском. Поговорение сынных началось в 1829 году. Они получали за казенный счет дом, семена, инвентарь. Поселенцы и ссыльных приживались с трудом. Контингент был очень тяжелый. Побеги носили массовый характер. Вот что о ситуации в середине 40-х годов писал журнал «Восточное обозрение». Беглых каторжников разгуливает толпа. В Енисейской губернии разбойники плавали на лодках по Ангаре и Енисею и наводили ужасно прибрежные села и деревни. Удержать каторжников в тюрьмах почти нет возможности. Они бегут оттуда каждую весну. Грабежи и убийства встречаются на каждом шагу, как вдоль большого тракта, так и в стороне от него. И огромное большинство из них проходит безнаказанно. Каждый третий из сыльнопоселенцев находился в бегах. Часть просто бродяжничали, другие объединялись воровские шайки, включая женщин, отличавшихся, как отмечали полицейские начальники, особой жестокостью в бандах. Многие из них так и сгинули в Сибирской тайге. Среди сыльных шла естественная селекция. Не все они были грабителями и убийцами. Спиранский, как юрист, считал, что наказание ссылкой должно быть строго по суду. Однако этого так и не удалось сделать. В Сибирь по-прежнему отправляли просто провинившихся, но вовсе не преступников. Те, кто был приспособлен к сельскому труду, все же оседали на сибирской земле. В некоторых районах все новые деревни заселялись исключительно с сыльными. По данным Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, к 1850 году треть населения Министерской губернии составляли с сыльными. В 1864 году Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел Российской империи выпустил очередной 51-й том статистических данных по губерниям. Этот том был посвящен Енисейской губернии. В объемном труде говорилось, Енисейская губерния может называться одной из самых богатых ссыльнопоселенцами, которые составляют почти одну треть всего населения. Приращение населения губернии ссыльными весьма значительно. В 1823 году считалось в губернии всех ссыльных 12 219 душ обоего пола. Через 12 лет в 1835 году число их увеличилось до 21 249, а в 1851 году до 45 706. Если мы возьмем начало образования Енисейской губернии, то в пределах всей этой территории костяк русского населения – это старожилы. Кто такие старожилы? Ну, русские старожилы имеются в виду, естественно. Это в подавляющем большинстве своем потомки служилых людей, казаков Енисейского и Красноярского уездов, которые здесь уже обосновались с конца 17-го, начале 18-го века. То есть это их внуки, правнуки, прапраправнуки. А вот если вести речь о последующих волнах миграции, первая половина 19 века, 30-е, 40-е годы – это в большинстве своем ссылка принудительная. Большую часть крестьян, в основном крестьян, пребывавших из Европейской России – это сынопоселенцы. То есть это люди, которые… Вечные поселения уже, то есть без права возвращения обратно в Европейскую Россию. Село Новоселово было создано в начале 18-го века, в 1722 году. В Новоселовской области очень мало было добровольных переселенцев, в основном это были ссыльные, в том числе сюда, в деревню Большая Тесть, был сослан прадед будущего генерального секретаря ЦК КПСС Константин Васильевич Черненко – Алексей Черненко. Сибирь была основным местом уголовной ссылки. Позднее классик отечественной литературы Леонид Мартынов на русского Хотя это совсем не так. Чрезвычайная концентрация криминального элемента, вопреки поздним, романтизированным представлениям об этом периоде сибирской истории, вызывала огромную тревогу среди коренных сибиряков. Сибирская власть, сибирская интеллигенция, в особенности областники, выступали против превращения Сибири в арестантский край. Однако только с 1900 года уголовная ссылка в Сибирь была прекращена специальным законом. Два века заселения сибирского края ссыльными, безусловно, наложили отпечаток на две стороны сибирской жизни. Ссыльнопоселенцы и бывшие каторжные, в течение многих десятилетий оседавшие на постоянное жительство в Сибири, оказали заметное влияние на местное население. Сложилась некая субкультура слезам и скорби посвященного края. Маргинальное уголовное творчество, по сути, стало разновидностью сибирского фольклора. «Путь сибирский дальний, слышно там и тут, нашего товарища на каторгу ведут». Тема кандального звона вошла в народную культуру Восточной Сибири и через нее распространялась на всю Россию. В Сибири зародилась лагерная проза в русской литературе. Одним из основоположников этого жанра стал сиделец омского острога Федор Михайлович Достоевский, написавший записки из мертвого дома. О Красноярском тюремном замке писал Владимир Галактионович Короленко. «На территорию тюремного замка был палач. Палач убирался на конкурсной основе из числа самих арестантов. Если обычному арестанту в сутки выделялось его 3 копейки, то палачу платили от 5 до 8. Отдельная камера, свое проживание на конкурсной основе. Палач не убивал, только различными средствами, то есть могли положить животом вниз, руки-ноги связывались, на спине кожа натягивалась, и различными средствами наносил уже до такой степени, что кожа просто трескалась до костей у арестанта». Из документальной книги Владимира Галактионовича Короленко «История моего современника». «В той камере, где я провел ночь, незадолго перед моим приездом нашли повесившимся тюремного палача. Она служила секретной. Палач был известен своей жестокостью. Тюремный смотритель Островский особенно дорожил им». Недавно в Красноярске была произведена одна такая экзекуция, после которой наказанного унесли почти замертво в больницу. А так как он пострадал за общественное дело, то арестантская среда потеряла терпение. Говорили после этого, что арестантам удалось подобрать ключи и ночью открыть камеру, свою и секретную. Но его держали до тех пор, пока он окончательно задохся. Камера после этого внушала суеверный ужас и арестантам, и надзирателям. «Следственный изолятор номер один. Старейшее тюремное заведение на территории Красноярского края. Почти 200 лет назад в этих же камерах сейчас находятся... Красноярский тюремный замок в Красноярскую пересыльную тюрьму». В марте 2009 года здесь, в следственном изоляторе номер один, был открыт внутренний музей истории исполнения наказаний в Красноярском крае, начиная с каторги и ссылки и заканчивая советским периодом. Экспозиции расположены в подвальном помещении корпуса СИЗО-1, строившемся в 20-е и 40-е годы XIX века и полностью возведенного в 1850 году. Здание сохраняет до сих пор свое функциональное назначение. «До сих пор здесь находятся камеры. Если посмотрите на окна, то все решетки, они соединены между собой. В свое время в тюрьму построили клетка, обложенная кирпичом. Изначально пересыльная тюрьма находилась в центре города, где сейчас стадион «Локомотив». Она была деревянная, и по распоряжению губернатора СИЗО-1 несколько гектаров, то есть можете посмотреть на архивных фотографиях. Тюремный замок был очень большой. На территории тюремного замка были бараки, где проживали сами сотрудники. Также был сам кирпичный завод, то есть вы можете посмотреть кирпич, который строение изготовлено руками самих арестантов с 1827 года постройки. Железнодорожников вплоть до берега Качи – это все было под территорией тюремного замка. Сохранились архивные фотографии. Стены внутри двуполые, внутри пространство. И это пространство служило за место дымохода, потому что в подвальных помещениях, в цокольных этажах находились печи, отапливались, и это пространство служило за место дымохода. В 1872 году по проекту городского архитектора Александра Александровича Лосовского, с именем которого связано строительство многих исторических зданий в Красноярске, тюремный замок частично перестроили. На заднем дворе острожной больницы появился караульный каменный дом. Через дорогу напротив тюрьмы был построен дом смотрителя. Сейчас это здание железнодорожного районного отдела полиции. Площадь, занятая тюремным замком и пересыльной тюрьмой, на утвержденном в 1882 году плане города, составила более семи десятин – около восьми гектаров. Мы с вами находимся в кабинете начальника тюрьмы. Кабинет составлен из нового отдела по архивным документам и фотографиям. Мебель также сделана. Фотографии из книги американского писателя Джон Кэнн, который приезжал в Сибирь и попытался пройти тот же кантальный путь, что и арестанты. У него на самом деле это получилось. Первая нижняя фотография – это как раз пересыльная тюрьма, деревянная в центре города, которая была. И первая верхняя фотография – как раз строительство следственного изолятора. Форма одежды сохранилась царского периода, то есть у сотрудников. Если посмотреть на нагрудной знак, то можете увидеть так же, как и сейчас действующий столб с оконок. ...этистные люди города Красноярска, Енисейской губернии. Официальное справочное издание Енисейской губернии – «Памятная книжка за 1891 год». В состав Попечительского комитета о тюрьмах входили сам губернатор, начальники губернии, а также три почетных потомственных гражданина купеческой семьи Годоловых. Представители еще одной династии меценатов, один из создателей драматического театра в Красноярске Александр Петрович Кузнецов, Геннадий Васильевич Юдин и другие очень известные и достойные люди. Губернский комитет Попечительского совета о тюрьмах был создан в конце 1856 года. Через несколько лет были созданы окружные комитеты в Енисейске и Минусинске, затем в Каннске и Ачинске. Попечительское общество находилось под покровительством российского императора. Губернский комитет был филиалом российского общества. Президентом общества был по должности министр внутренних дел. Вице-президентами – губернаторы и епархиальной архиереи. В состав губернского комитета входили директора по должности и директора, которые избирались, но и не не были. В этой комитете были построены тюремные больницы в Красноярске, Каннске и Ачинске, открыт приют для арестантских детей. Так как сюда шли ссылкой вместе с детьми, несовершеннолетних детей по просьбе арестантов тоже закрывали в камере. После в Красноярске был построен дом малютки, и детей арестантов уже направляли в дом малютку. В данном помещении находился карцер, смирительная рубаха настоящая. Одеть мог ее только специально обученный сотрудник. В рамочке как раз указано правило, как ее одевать. Обязательно присутствовал начальник тюрьмы, медик. Медик смотрел, чтобы правильно были завязаны руки, ноги, чтобы не передавили ничего. Потому что в смирительной рубахе мог человек находиться до 30 минут. Свойство у нее такое, как резина. То есть если побрызгать водичкой, она еще и сдавливает. Поэтому обязательно должен присутствовать медик. На территории тюрьмного замка была больница. Больница была на 80 коек. Возглавлял ее на то время известный врач Мажаров. Прозвище среди арестантов был дед, потому что у него была шикарная черная кучерявая борода. И арестанты едят вот кандальный путь от двух до двух с половиной лет. Поддерживали в надежде, чтобы дойти до Енисейской губернии, что их дед обязательно вылечит. Он был лекарем. В рамочке как раз у нас сохранилось меню, что входило в больничное меню. Это обязательно была молочная продукция, это были крупы, потому что это все выращивалось здесь, на территории тюрьмного замка. И даже стакан красного вина наливали арестантам, потому что они приходили в очень плохом состоянии. Ну и в надежде, что деток обязательно вылечит. Один из основателей и первый президент общества врачей Енисейской губернии Павел Иванович Мажаров был доктором медицины, всероссийски известным ученым, работавшим в столичных и зарубежных клиниках. В молодости был направлен после университета в Красноярск городским врачом, потом работал окружным врачом, уезжал из губернии, но вернулся. Было создано в Красноярске это общество врачей Енисейской губернии. В 1886 году врачи Енисейской губернии решили обмениться мнениями о том, что связано с этим. Мы были исследованиями сбора лекарства. Потому что там обсуждались не только врачебные, скажем, медицинские вопросы, но и связанные с другими, скажем, науками. Геологическими, палеонтологическими, археологическими. В 1881 году Главное тюремное управление России признало больницу Красноярского тюремного замка лучшей больницей ведомства во всей стране. Мажаров пользовался легендарной известностью в арестантской среде. По всему сибирскому этапу от Челябинска бывалые каторжане поддерживали своих заболевших товарищей. Потерпи, да Красноярска, там есть дед, он тебя вылечит. Арестанты, приходящие сюда, никаких записей пока не шли по этапу, не велось. Поэтому, чтобы определить тяжкое преступление, брили одну сторону, легкое – другую сторону. Так их различали, потому что могли поменяться своими статьями. В конце 19 века в Красноярской губернской тюрьме находилось ежедневно 800-900 арестантов. По официальной тюремной статистике, среднесуточно это было 370 подсудимых и срочных арестантов обоего пола. 270 пересыльных мужчин, 50 пересыльных женщин, а также больше 100 детей. Это в два раза больше, чем, например, в Енисейском тюремном замке. Этап, который приходил, обязательно встречал начальник тюрьмы, также медик встречал. Досматривали, в каком состоянии арестанты пришли, чинили старые кандалы, одевали новые и дальше по этапу отправляли уже арестантов. На стене расположен как раз тот кандальный путь, в который люди шли от двух до двух с половиной лет. Конвой менялся, кто-то люди не доходили, то есть схоронили, а кто-то и доходил. То есть придя в Красноярск, Енисейское уберение, дальше уже их отправляли по этапу. Отправляли уже, скрепляли плоты, лодки по Енисею, вниз по Енисею, уже отправляли на север, отбывать наказание. Потому что здесь у нас находилась пересыльная тюрьма. Обычному арестанту в сутки выделялось всего три копейки, этих денег не хватало. И выводили на улицы, мили улицы, изготавливали мебель, потому что была очень качественная, хорошая, из массива дерева. Также шилась одежда, шилась обувь, чтобы обычного арестанта просто в сутки не хватало этих денег. Во все времена среди сидельцев находились мастера. В тюремном замке открыли ткацкую мастерскую. Начальство брало заказы от частных лиц в городе на изготовление мебели и пошив одежды. Умелых арестантов привлекали к строительству здания губернской гимназии. В 1889 году сумма заработка составила 2361 рубль. Но и этих денег не хватало на содержание. Одежда, обувь, продукты питания приобретались в основном за счет попечительского комитета. Для сбора пожертвований в пользу тюремного замка в Красноярске были установлены жестяные кружки, изготовленные в тюремной мастерской. Но бюджетные деньги и средства благотворителей не покрывали всех расходов. Питание в тюремном замке было очень скудным. Одиночная камера Красноярского тюремного замка. Но обычно в ней содержалось сразу несколько человек. Спали по очереди вот на этих нарах. В утвержденном тюремном начальстве меню на одного арестанта приходилось 1 фунт говядины второго сорта, 12 золотников овсяной или яичной крупы, 2 фунта черного хлеба, капуста 4 дня в неделю и 3 дня в неделю картофель. Два раза в день поили кирпичным чаем. По указанию врача, черный хлеб могли заменить пшеничным. Дети, которые также находились в таких камерах, получали еще полкружки молока. Больные цингой, пучок черемши. Вот тюремная посуда сохранилась. Вот так вот при одетые политически сильные. Политически сильных у нас было немного. Не надо говорить, что вот, например, что там у нас их было много. 1%, 99% это было уголовное. Почему вся просвещенная Сибирь, все наши... Сибири, и в особенности 19 век, это история каторги, тюрьмы и ссылки. Сотни тысяч людей прошли этот тяжкий кандальный путь к берегам Енисея. Только в начале 20 века началось снижение доли уголовников в Сибирской ссылке. Субтитры создавал DimaTorzok